Девушки отдыхают 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 Разговаривай со мной. Не смотри туда. Что такое? Я его третий раз за эту неделю вижу. Пойдем вокруг. У тебя с ним что-то было? Было. Покраснело все. Когда? Фигура у него ничего. Вероника. Да, точно что-то было. Я от него беременна. Уже 10 недель. Теперь пойдем, пожалуйста. Господи, Фиона. Откуда ты знаешь, что от него? Знаю. Больше ни от кого. Ни от Стива. Ты ему сказала? Нет. И не собираюсь. Ну, здрасте. Ты с дуба рухнула. Он-то здесь при чем? Наполовину при чем. Он должен знать, что ему это будет стоить. Это была случайность. Ему не нужно этого знать. Я записалась на аборт. И? Не знаю, смогу ли через это пройти. Еще не решила. Ты уже из-за этого работу потеряла? Не из-за этого. Я сама. Ты беременная, поэтому психуешь. В классе я была единственной, кто не успел забеременеть до выпускных экзаменов. Я всегда этим гордилась. Если ты волнуешься насчет его реакции, то я могу пойти с тобой. Нет. Ему не нужно знать. За последние пять лет у вас были несчастные случаи, травмы, аварии? Точно не было. Подумайте. А у ваших знакомых? Несчастный случай. Дай мне большие бумажки. Кажется, нет. Детскую... Детскую штуку, соску. Эти дети меня с ума сведут. Иван, с тобой давно несчастных случаев не было? Так, с меня хватит. Я их два раза уже сегодня предупреждала. Они там, у входа. Эй! В следующий раз я выйду с бейсбольной битой. Охуеть! Ты нам за это отплатишь. Расскажи это своей бабушке, несчастный. Садись сюда, пупсик. Блядь, я весь промок. Вся анкета испортил. Боже, где мой зуб? Ничего страшного, Фрэнк. Просто губу разбил. Придется в больницу сходить. Где мой зуб? Мы отведем его в больницу. Я не могу идти. Посмотрите на меня. Это преступная халатность. Классический иск. Вы можете разбогатеть. Вон отсюда. Постойте-ка минуту. Вот до чего мы дошли. Милосты не собираем. Не в первый раз. И зачем мы с Йеном задницу рвем, работаем после школы, когда ты просто так уходишь с работы? Ты мне скажи, зачем. Чтобы дети не голодали. Здесь ничего нет. Не может быть. Ты видела, что творится? Да, я знаю. Но это пока Фиона не найдет работу. Озерша! Это все фигня, потому что со следующего понимания, в понедельник она работает у Терри Уилсона. Ты серьезно? Он вначале хочет тебя увидеть. Вдруг ты вонючка какая. Ну, в общем, да. Ты красавица! Фиона, беру свои слова обратно. Ты не ленивая, тупая сучка. Терри Уилсон погиб при обгоне. Ты каждый раз это говоришь, когда его вспоминают. У Терри Уилсона была авария на объездной дороге, но он не обгонял. И он не погиб, иначе как бы он предлагал работу водителя? Водителя? Я не могу водить машину. Как это? Я видела, как ты водишь. Справ, нет. Скажи, что они на переоформление, а сама быстренько сдай. Ты это с фасолью будешь, Кэрол? Спасибо, нет. Предпочитаю рыбу без кляра. Это называется безопасность посетителей в помещении торговли. Я под это дело много статей подведу. О, Фрэнк, ты мог без глаза остаться? Это были бы уже серьезные деньги. Я пять часов в этом ебаном травмпункте просидел. Из-за какого-то парня, который застрелился и полез без очереди. Да, но он умер. О, Фрэнк! Да, но он сам застрелился. Здрасте. Найбэван в гробу бы перевернулся, если бы узнал, что таких мудозвонов вперед пропускают. А честный рабочий человек в очереди следит. И они еще удивляются, куда уходят деньги. Чиновникам от здравоохранения. Все они хуеплеты. У тебя были головные боли, Фрэнк? Что? А, да. Хорошо. В глазах не двоится? О, да. Давно уже, с тех пор, как 21 год исполнился. Он открыл ту самую дверь, все теперь видится ему другим. Чистая правда, первый раз я выпил смесь ЛСД и шманской мушки. Меня приняли, когда я трахал выхлопную трубу вагона мини-метро. Дезе. Как в учебнике. Двойное зрение. Слышала, Шейла? Про меня уже в учебниках пишут. Не удивляюсь. А на зуб надо срочно ставить коронку. Я отведу тебя к частному зубному. К частнику? Спасибо, дорогая. Все покроют сумы искать. Мы сделаем направление. Помни, Фрэнк? Без победы нет оплаты. А мы победим. Нужен только твой автограф вот здесь, и ты богатый человек, Фрэнк. Он тебе явно нравится. Ничего подобного. Вот ты вружка. Сколько раз ты говорила, что мужики не хотят ни за что отвечать? Никогда. Ну, я говорила. А если ты ему сама не скажешь, ему сообщат сборщики алиментов. Если ты оставишь ребенка. Не нужны мне алименты. Ну, конечно. Зачем они одиноко безработные мамаши, которые ты станешь в раз, как только станет заметно? Сиськи уже выросли? Да. До моих еще не доросли, так что глаза не пяль. Слушай. Просто возьми и скажи ему. И побыстрее. Поверь, тетя Ви. Здравствуйте. Фрэнк дома? Мы хотели поговорить с ним насчет письма. Вы из полиции? Мы из магазина с площади Шейла. Да. Извините. Не узнала вас в этой одежде. Заходите. Заходите. Это вышло случайно, Фрэнк. У нас нет шести тысяч. Нам придется закрыть магазин. Мы этого не хотим, правда, Фрэнк? Да не закроются они. Кэш. Подождите, Фрэнк. Рассуди здраво. Я только хочу справедливости, Кэш. Почему уровень обслуживания? Пау, так низко. Теперь всем занимаются мои юристы. Не делай этого, Фрэнк. Я построила этот магазин с нуля. Трах по башке и новый зуб. Знаешь, сколько это стоит? Мудак ты, Фрэнк Галлахер. Только попробуй показать свое ебало в моем магазине. Вот ваше истинное лицо. Давайте, спускайте на меня собак. Нашли мишень. Попробуй вначале поработать, как мы. Я думал, вы закрываетесь. Своему же сыну хуже делаешь. Пойдем, Кэш. Только время теряем. Спасибо, что зашли. Ивон, у нас в подсобке есть прищепки? Не знаю. И мне пофигу. Мы закрываемся. Народ, на выход! Что случилось? Твой папаша, Фрэнк Галлахер. Вот что случилось. Я закрываюсь. Твоя работа окончена. Меня кто-нибудь обслужит? Берите бесплатно. Я не потерплю, чтобы меня шантажировали. Если со мной так тут обращаются, то обойдутся без магазина. Я забыла. Мне нужны еще две банки лосося. Можно я их тоже возьму? С тебя хватит, Лиллиан. Иен, прости, но тебе придется пойти домой. Кэш, закрывай витрины. Все на выход, пожалуйста. Магазин закрывается. Не делай этого. Кэш, это мой магазин. Иен, прости, но у меня нет выбора. Крэг дома? Да, заходите. Крэг. К тебе пришли. Привет, незнакомка. Давно не виделись. Хотела поговорить с тобой кое о чем. Понятно. Это Сью. Привет. Моя жена. Понятно. Привет. Это Фиона. Не волнуйся, это ничего не значит. Мы расстались. Не прикасались друг к другу два с половиной года. Никак от нее не избавлюсь. Все потому, что этот жадный зануда не отдает мне то, что мое поправо. Есть и другое мнение. Не трогай макароны в холодильнике, я их потом съем. Тут половина принадлежит мне, иначе меня бы тут давно не было. Твоя в смысле, что твой отец всю жизнь работал, чтобы купить этот дом? Нет, моя по закону. Посмотрите на него. Добро пожаловать в мой мир. Фиона! Три штуки чистыми получу. Так мне говорит юрист. Да, Фрэнк, твое состояние в твоем лице. Эй, Джесс, ты можешь дать мне справку, что я здесь работаю? Я выпишу больничный, потеря заработка. Если бы я сказала, что ты здесь работаешь, меня тут же закрыло бы СС. Да ладно тебе, сколько я тут денег оставил? Хочешь посмотреть на свой долговой листок? Заяви, что тебя заставляли пить. Мудила. Тупой, ебаный мудила. Это еще нахуя? Ты вон отсюда! Из-за него магазин закрылся. Они разорились. Я потерял работу. Кэш потерял работу. Семья на грани нищеты, а тебе все похую. Это не... Ты о чем вообще? Закрылся? Спроси его. Он засудил магазин, и им пришлось закрыться. И куда мы теперь будем ходить за покупками? До участка полмили топать. Что-то странное творится, и вон психовала и выперла меня из магазина. Так закрылся он или нет? Да, она на него огрешила. Так, мы тебя больше не обслуживаем. Вы не можете мне запретить. Мы ничего тебе не запрещаем. Мы просто решили тебя не обслуживать. По общественному опросу. Мы хотим обслуживать того, кто закрывает наши магазины? Нет. Вот видишь. Не могу в это поверить. Это ужасно, Йен. Еще и ему я работу не найду. Со своей не пролети, а то мы окажемся без весел в ручье из говна. Ты была права. Придется избавиться от ребенка. Мне очень нужна эта работа, Ви. Все будет в порядке. Была у своего любовничка. Да. И познакомилась с его женой. Он женат? Боже! Кто женат? Ничего. Никто. Придется им рассказать. Я беременна. Я так и знала. Ничего ты не знала. Все потом так говорят. Я знала. Я уже неделю пинетки вяжу. Желтые готовые в моей комнате. Как ты забеременела? Ты че, тупой? Бля, Фиона. От кого? Вы его не знаете. Поздравляю. Еще один голодный род. Спасибо. Я пошла спать. Залетела. Я знаю, как беременеют. И еще один прибавится разница, не заметим. Хой! Лысый! Ебаный в рот! Давай, Фиона, в первый день нельзя опаздывать. Ты что это? Ты не можешь одна сидеть за рулем. С временными правами. Я умею водить, никто не узнает. Я спокойно проскочу. А если тебя остановят? Еще с одной работы вылетишь. Не умно. Если кто-то будет сидеть рядом с тобой, все будет по закону. Когда это решили? Вчера вечером. Марти – это единственная, у кого права без штрафов. Он слишком давно не ездил, чтобы их заработать. Боже, помоги мне. Пока. Приятного вам дня. Пока. Я пришел за своими деньгами. Хочешь еще заработать, помоги с товаром на складе. Ты правда закрываешься? Может, возьму другое помещение. В Крофт-эстейте, в Элсворт. Да это черт знает где. Могу подать на грант для малого бизнеса. Там можно получить. Там-то денег побольше, чем здесь. Может, мне еще и повезло. Ну, не начинай. Какой у нас есть выбор? Либо так, либо наблюдать, как его папочка пропивает нашей кровью заработанные денежки. Его больше не пускают в паб. Почему? Что он натворил в этот раз? Закрыл твой магазин. За это его ненавидят. Приятно знать, что есть в этом мире справедливость. Я оставлю вас ненадолго. Я собирался к тебе зайти. Так нечестно. Мы все равно будем видеться. Когда, Кэш? И где? В багажнике твоего каблучка? Иди ко мне. Где же теперь бухает твой папаша, Йен? Нигде. Его никуда не пускают. Надеюсь, ты не врешь. Если план не сработает, я тебе яйца оторву. Какой план? Марти, ты что делаешь? Это мое зеркало. Если я отвечаю за машину, мне оно понадобится. Где ты его взял? Я нашел. Так, а сейчас нас мотоцикл обгоняет. Вижу, вижу. Какому уроду нужно было красть зеркало заднего вида? Давай займись делом. Найди вот этот адрес. Фары. Если покрывать ущерб в поиску, то через неделю мы останемся без денег. Но с меня и двух дней хватит. Вот. Двести штук. Отлично. Раздай это всем, кого увидишь, и мимо чьей двери пройдешь. Твой папа будет умолять нас, чтобы мы снова открылись. Извини, милая, мы закрыты. Требование закона из-за Фрэнка Галлахера. Фрэнк Галлахер. Вперед, сладкая парочка. Закрыто стороннями Фрэнка Галлахера. Фрэнк Галлахер. Пинту, пожалуйста. Пинту чего, Шейла? Просто пинту. Я тебя не обслуживаю, Фрэнк. Моя работа мне дороже. Боже ты мой, дай мне уже этот ёбаный Оскар. Давай, по-быстрому, Джесс ничего не узнает. Она нет, но они узнают. У них отняли магазин. Они рассердились. Да ладно тебе, где хочешь затариться, можно. Магазин, и мы тебе бледнем в Варшаве. Ну давай, Фрэнк, на нас все смотрят. Тогда экстези с собой. Держи, никому не давай. Простопинту. Прости, Фрэнк. Он застал меня врасплох. В голове вертелось виски, но я знала, что это не то. Всего-то надо было. Кровь. В меня стреляли. Ёб твою мать. О боже, Фрэнк. Тебе пиздец, Галлахер. Да это яйцо, ёб твою мать. Тебе пиздец, Галлахер. Пошли нахуй. Держи пять ложек сахара. Фиона! Фиона, без маза! Ты хочешь этого ребёнка? Я не хочу говорить об этом, Марти. То есть, если хочешь его оставить, не обязательно его одной воспитывать. Штрать! Спасибо. Я для тебя всё сделаю. Послушай, Марти. Его не будет. Мне нужна эта работа. Других доходов у нас нет. Сейчас не время. Я на завтра утром записалась. Но спасибо. Понятно. Наверное, это к лучшему. Да? Ты не обязан это сделать. Сидеть рядом со мной. Но я тебе очень благодарна. Нормально, мне нравится. Драчила! Не ты. Я отозвал иск. А теперь налей мне пинту пива. Давай посмотрим вначале, как ты это сделаешь. Напомни мне взять бесплатных гандонов, пока мы здесь. Ты её видела? Ты её видела? Она что, жопой в духовку села? Да. Фиона Галлайхер. С тобой пойти? Нет, я справлюсь. До скорой встречи. В этом вся суть этой страны, скажите. Эти люди – настоящие труженики. И они представляют собой ценности нашего образа жизни. «Открыто допоздна», «Честные цены» и «Доступность». «Имею честь объявить новое открытие». Я домой пошёл, голова болит. Сразу должна предупредить, цены немножко подросли. Всё из-за нанесённого ущерба бизнесу. Но если посчитать, сколько вы сэкономите на автобусе, всё равно выгодно. Полная победа. Тогда иди и займись делом. Поставь в чайник, Шейла. Боже ты мой, что вам ещё нужно? Не дай бог ты это звал Иск, Фрэнк. Я не хочу об этом говорить. Назад дороги нет. Всё уже завертелось, Фрэнк. Они мне всё объяснили. Фрэнк, мы потратили на тебя лучшую часть дня. Мне не может быть пиздато, если всем остальным хуёво. Я тут повъёбывался. И хватит. Финнито. Фрэнк, ты не понимаешь. Вот твой счёт. Почитай, что там внизу написано. Если вы прекращаете Иск до его завершения, все понесённые расходы переходят к клиенту. К тебе, Фрэнк. Чего? Здесь всё написано, и ты подписал. Какие впизду расходы? Письма, зубной, административные расходы. 926 фунтов 47 пенсов. О боже, Фрэнк. Что ты наделал? Как ты? Нормально. Что вы все на меня уставились? Мы думали, куда ты ходила. Что? Карл, что? В чём дело? Привет. Какого хрена ты тут делаешь? Хотел поговорить. Я ему сказала позже приходить, но он остался. Ничего страшного. Если я не вовремя... Нет, нет, можешь оставаться. Всё в порядке? Да. И? Лучше мне объясниться. Ладно, я пойду. Посуду надо помыть. Наверное. Буду нужна, знаешь, где искать. Сегодня я ходила на аборт. Понятно. Извини. Но я его не сделала. Не смогла. Я себя чувствую... По-другому. В хорошем смысле слова. Я просто не смогла этого сделать. Так что я его оставляю. Так что не начинай. Послушай, если я не вовремя... Кстати, это твой ребёнок. Я пыталась тебе сказать. Я подумала, что если получше тебя узнаю, будет как-то правильнее. Но потом всё пошло не так. Прости. Но это ничего. Я всё устроила. Надо было мне сказать. Я собиралась. Если бы твоя жена не открыла мне дверь. Я не знал, что ты зайдёшь. Я ничего не скрывал. Это не важно. Ты был прав. Я здесь ни при чём. Думала, если скажешь мне, больше никогда меня не увидишь. Так бы поступило большинство парней. Фигня. Большинство женятся и портят всю свою жизнь. У тебя нет такого варианта, как и у меня? Я ничего не прошу. Ты здесь ни при чём. Такого варианта у меня тоже нет? Не знаю. Как давно вы женаты? Много лет. По крайней мере, так кажется. Никак не избавлюсь от неё. Это дом моего отца. Она утверждает, что он наполовину её. Мне пофигу, но он-то всё ещё жив. Когда мы познакомились, я работал на нефтяной вышке. Ей было удобно. И знаешь, что самое смешное? Я много лет мечтал о дочке. Просто не от тебя. Не в том смысле, что ты мне не нравишься. Просто от кого-то. С кем бы я это спланировал? Вы пытались завести ребёнка? Так мне казалось. Потом оказалось, что она ела столько контрацептивов, что слона можно стерилизовать. Почему ты хочешь девочку? У меня сестру сбила машина. Правда? Конечно. Кто бы стал такое придумывать? Привет, Падди. Фрэнк. Эй, Падди. Ты же это, по-моему, в лотерею выиграл месяц назад. Нет, Фрэнк, это мой брат Мартин выиграл. Ясно, но ты его не попросишь одолжить мне пару сотен на неделю. Спрошу, но он не даст. Да ладно. Он выиграл 75 фунтов и ещё должен штраф из-за тебя заплатить. Спокойной ночи. Ёбаный. Фрэнк. Фрэнк. Я позвонила, как только открыли линию, так что не понимаю, как я могла опоздать. Ладно, буду держать пальцы крестиком в следующий раз. До свидания. Вот его ображала. Заходи. Прекрасно. Держи, Карл. Кстати, поздравляю с ребёнком. Кто я теперь буду? Сводная бабушка или бабушка-мачеха? И так всё не выговоришь. Твой папа был так растроган. Поездка во Флориду. 500 фунтов на расходы. Розыгрыш через 15 минут. Возьмём только деньги, лететь мы не можем. Что тут творится? Телефонная лотерея. Хочу вернуть наши деньги. Твой папа безутешен. Сегодня он пытался продать зубному свою кепку. Ты выиграешь? Я раньше в них играла. Когда Карен была маленькая. Годовой запах мини-йогуртов. Секрет в последнем раунде. У меня есть дар. Я уже выиграла две радиовикторины. Шансов на успех немного. Но кто-то же должен выиграть. Сыграть битву во вступлении Шейла. Почему бы и нет? Мне пора удачи. Да. Твой папа так тобой гордится. Пришла беда, отворяй нахуй ворота. Стараешься воспитать детей в самоуважении. И что потом? Твоя дочь зенится твоего ока. Залетает от какого-то то ли Тома, то ли Дика, то ли Гарри. Где я ошибся? Не пробовал подать ей личный пример. Алиэм. Он твой, Фрэнк. Я знаю. Но нельзя вот так взять и бросить ребенка. Вы нас слышите, Шейла? Я в эфире. Звоните, Карен. Карен, звоните. Алло, да, я здесь, Дики. Ебать копать, только не вы. Шейла, смотрите, Шейлов, схвати штуку. Это я знаю. Это Баффинова земля. Правильно. Следующий вопрос. Как называется столица Испании? Барселона. Мы с двумя Мартами ездили на Пасху. Семь фунтов туда-обратно. Нихуя, это Лиссабон. Мадрид. Правильно. Барселона. Ответьте правильно на следующий вопрос и выиграете тысячу фунтов. Но если вы ошибетесь, вам не достанется ничего. Итак, сколько сторон в Додекаэдре? Охуительно. О боже, дайте подумать. Додекаэдр, сколько же сторон? Придется мне поторопить вас с ответом, Шейла. О боже, о боже, о боже. Сколько же у него может быть сторон? Двенадцать. Правильно. Поздравляем вас, Шейла. Мы выиграли. Шейла, мы выиграли. О боже. Я все видел, это была угроза действиям. Вы о чем говорите? Я не двигался. Прости, друг, но я видел другое. И пока ты не отзовешь своих жуликов-юристов, тут наберется свидетелей двадцать того, что ты его ударил. Это был не я, это был... Да, Фрэнк? У меня кепка слетела нахуй. Это подстава? Да. Пошел ты нахуй, Рожей Пидар. Вызывай полицию, Джесс. Сделай это, Барри. Вашему папе очень понравится. Дай мне вторую тэ, Карл. Давайте это в окно поставим, если хотите. Твой счет обнулен, Фрэнк. Списан как безнадежный долг. Надеюсь, теперь ты счастлив. Давайте это отметим! Привет. Хочешь выпить чего-нибудь? Раз это была твоя идея Пинта с меня. Пойду займу столик. Фиона. Все в порядке, папа. Я все равно буду смотреть за Лиамом. Извини, что рот открыл. Ребенок должен знать, кто его отец. Конечно. Формально у тебя не будет никаких прав. Я этого и не прошу. Ребенок должен получиться хорошенький. Наверное, если будет похож на отца. Если будет похож на нас. Все будет в порядке. Я знаю. Лучше будет, если мы не будем слишком сближаться. Ну, конечно. Это только все испортит. Да. Ну, значит, не будем. Мы же не потеряем голову. Не потеряем. Фиона. Мы не можем подождать. Это что такое? Клубничные трусы. Вкусные. Фрэнк здесь? Кажется, нет. Никто папу не видел. Он вчера отмечал. Он уже все знает? Ему, наверное, позвонили. Я с утра уже на ногах. Поздравляю со вчерашним выигрышем. Спасибо. Телефон звонит до сих пор. Как это чудесно, когда столько людей звонят, когда ты что-то выигрываешь. Если хочешь, можешь идти на мою сторону. Это что за гнусные намеки? Вообще-то мне пора валить. Мне нужно кое с кем повидаться. Подрастите, дети. Прости, Аня, это просто наказание какое-то. Да уж. Пока. Ну что, кто сегодня вечером будет дома? Мне дали зарплату, так что с меня картошка с рыбой. Пойдемте лучше найдем папу. Я забыл спросить. Не хочешь сходить со мной куда-нибудь? Когда? Сегодня. Приходи ко мне. Давай. Что? О, господи, мне приснилось, что я умер. Мне это тоже иногда снится. Извини, Шейла. Вчера все поздно закончилось. Я забыл, что он здесь. Привет, Фрэнк. Привет. О, боже. Дайте чашку чая. Я где вообще? Фрэнк? Я вчера выиграла викторину. Тысячу фунтов. Да, точно, помню. Шейл. Да. Я люблю тебя. Сегодня я пошла в офис с джекпотом несчастных случаев. И все им заплатила. Ты свободный человек. Что? Ты не должен ни пени. О, боже. Я старалась как лучше, Фрэнк. Ебаная, тысяча фунтов. Мне дали почти 80 фунтов сдачи. Этого не хватит даже в баре расплатиться. Это прислали сегодня утром. Второй приз, 1FM. Фрэнк, мне это начинает нравиться. Мне повезет, 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 повезет. Мне повезет, повезет, повезет. Шейла несколько недель праздновала этот выигрыш. Для остальных лишний род в семье не казался чем-то новым. Отфороск, к этому надо привыкнуть. В следующей серии. Я хороший человек. Мне есть, что предложить обществу. Нет! Как только суд увидит, что ты приличный человек, себя сразу оправдают. И зачем ты вернулась? Затем, блонда, что я влюбилась. Марти, нет! Ты думаешь, ей может понравиться? Такое чудило, как ты? Красота, она повсюду. Зависит только от того, где ты решишь ее увидеть. Я хороший человек. Мне есть, что предложить обществу. Я... Стояк! Извините. Озвучено студией Алексфильм. Перевод Артели «Напрасный труд». Перевела Анна Ищенко. Текст читали Татьяна Манитина, Анастасия Флигина, Семен Ващенко и Александр Досевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Девять буб. Сношатся. Извините. Субтитры создавал DimaTorzok Девять буб. Девять буб.